Сергей Вребицкий в военно-медицинском клиническом центре Южного региона уже четвертую неделю. Сейчас он уже идет на поправку. Как получил ранение, не говорит. История будет неинтересная, серьезно, потому что просто можно не на камеру. Просто так получилось, что случилось ДТП, просто колонна шла и сбили машиной. Тормоза отказали. Сергей мечтает побыстрее начать ходить и о мире в нашей стране. Все это время вместе с бойцом его жена Лариса. Говорят, что очень хочется домой, хотя в госпитале для больного созданы все комфортные условия. Лариса поддерживает мужа как может, ведь дома на Волыне их ждет двухлетняя дочь Лерочка. Дома лучше. Хочем уже выйти до дома, побачим, как будет. С травмовой. Не хотела, чтобы ехала. Лише сделаю военный. Знала, за кого иду замуж. На территории госпиталя установлены несколько огромных палаток. Специально для тех, кто поедет оказывать медицинскую помощь в зону АТО. Сюда сотрудники таможни и налоговой инспекции привезли гуманитарную помощь. Они передали 160 спальных комплектов. Матрасы, подушки, одеяло и постельное белье на общую сумму свыше 65 тысяч гривен. Это помощь целевая. Я считаю все правильно, потому что каждая копейка, которая будет вытрачена, мы будем видеть, что идет на благо наших воинов. Помощь налоговики и таможенники собираются оказывать и дальше. Уже закуплены два автомобиля высокой прохитности, потому что там дороги нет. И отправлены туда, в мобильный гостель. Закуплена наркозная дыхательная аппаратура, кардиомониторы закуплены. И это нам даёт возможность нашему медичному персоналу, нашим лекарям надавать уже медичную допомогу на более высоком уровне. По словам Владимира Майданюка, медикам активно помогают волонтеры. Одесситы привозят все необходимые медикаменты и аппаратуру.